Итак, всем привет! И с вами Пинки Пай! Это курсы кухни Пинки Пай! И сегодня мы будем готовить закуску, так как мы еще ее не готовили. Это будет оригинальный овощной салат из свежих овощей. Итак, давайте посмотрим на наших студенток. Так, студентки это Флутершай и Рэмбол Дэш, как обычно. Итак, и по этой приказке будут сейчас нам говорить предложение об наших курсах. Сейчас у нас курсы кухни Пинки Пай, выпуск 4. Они будут говорить предложение, которое им хотелось бы приготовить. Ну, я, конечно, хотела, чтобы вы приготовили пирог для Саарина. А мне бы хотелось что-нибудь такое нежное, изысканное, деликатес какой-нибудь. Ну, хорошо. Мы приготовим в следующем выпуске пирог. Ну, а потом в выпуске 6 мы приготовим пирог на десерт. Вот. Ну, а сегодня мы будем готовить овощной салат. Так, давайте же взглянем на ингредиенты, которые нам понадобятся. Какие овощи. Для этого салата нам нужно некоторые овощи, только более, ну, более сладкие. Так, мы будем делать сладкий салат. Киви, клубника, вечерника, трежевика. Ну, это у нас просто листика мяты будет, а это срокла. Вот. Мы возьмем дощечку и нарежем на ней лукты в наш салат. Но сначала намятные листики сделаем. Сперва мы режем киви, потом берем салатницу, ну, тарелочку, и насыпаем первым слоем киви, распластаем по тарелке. Вот так мы делаем легкий слой киви. Следующий фрукт мы берем в свеклу. И свеклу тоже кладем на первый слой вместе с киви. Нарезаем свеклу более крупными кусками, чем киви. Значит, и тоже сюда высыпаем. Вот так. Высыпаем. Вот. Ну и немного вмешаем к киви, чтобы было вкусно. Вот так. Следующий фрукт у нас черника. И ежевика. Ежевика вот эта. И мы туда ежевику. Мы должны резать такими листиками. Вот. Давайте ее порежем. Выкладываем эти листочки на тарелку. Вот таким образом. Так. Следующая на очереди клубника. Клубнику берем ягодку одну и выдавливаем из этой ягодки сок. Выдавили сок. Вот. Сок у нее примерно белый, как молоко. Дальше берем мякоть. Клубничка, которая осталась. Немного берем этой мякотью и посыпаем чуть-чуть в тарелочку. Вот так. Дальше мы берем ягодку чернички. И кладем ее наверх в салат. Получается вот такой салатик. Еще сегодня я решила для вас приготовить на завтрак блинчики с скушенкой. И чтобы есть их с фруктовым салатом. Это тоже как-то на закуску. Так. Салат давайте пока поставим. Так. Вытарим сначала. Сейчас возьму полотенце. Вытарим сок. Клубника, который пролист. Так. Вот полотенце сейчас вытарим. Так. И положим. Так. Следующее. Мы берем тесто на тарелочке. Вот наше тесто. Из него мы делаем ровненький, аккуратненький блинчик. Для этого сначала нужно сделать кружочек пальцами. Потом вот так. И потом еще немножко по тарелочке. Вот так. Вот так. Теперь мы берем скушенку. Так. Берем скушенку. И должны мы налить эту скушенку на центр блинчика. Чуть поменьше. Берем скушенку. Берем скушенку. И немножко высыпаем на блинчик. Даже выливаем. И еще чуть-чуть. Вот так. Только не переборщите, иначе потом блинчик не получится. Теперь. Мы закрываем этот бак. Чтобы не высыпалось кружочек. Вот так. Ставим его вот сюда. Дальше мы этот блинчик берем в сковородку. И кладем блинчик на сковородку. Дальше вот так. Получается, скушенка там в него впиталась. И мы должны поставить на плиту нашу. Она там плита. Вот. Вот плита. Вот. Поставить на плиту нашу. И продолжать помыть эту тарелочку. Пойти ее помою мы поставим к остальным тарелочкам там. Наши блины будут печься примерно 10 минут. И за эти 10 минут мы опросим нашу студентку. Как надо приготовить такой фруктовый салат. И как приготовить себе эти блины. Итак. Сейчас придут наши студенты. Вот наши студентки нашей студии. Итак. Флата Даша расскажет, как приготовляется. То салатик. А Рэмбл Даша скажет, как блинчики. Ну что, я начинаю. Так. Для салата нам сначала нужно измельчить пиви. Затем свеклу уже покрупнее размельчить и положить на тарелочку в салатницу. Следующая будет ижевичка. Ижевичку уже тоже крупно. И далее мы берем чернику и одну эту ягодку чернику и кладем наверх нашего салата. Следующая мы берем клубнику, одну ягодку. Выдавляем из нее молочный сок в тарелочку. А потом мякоть кладем тоже в тарелку. Так получается салатчик. Так, верно. Теперь Рэмбл Даша скажет, что блинчиков. Для блинчиков нужно взять тесто и распластать его в блинчик на тарелочке. Размягченное тесто. Размягченное. Ну, взять сковородку. Нет, потом взять сгущенку из бака. Полить этой сгущенкой. Потом подождать, пока она впитается и положить на сковородку. Потом в течение 10 минут печь. Молодцы, девушки. Вот. И сегодня я вам рассказала, как приготовить два блюда. Как бы на закупку. Ну, на завтрак можно. Легкий фруктовый салат и блинчики с сгущенкой. Итак, всем пока. С вами был Латкурс и Кухни Пинки Пай. Это был выпуск 4. Пока.